This conference will now be recorded. Добрый день, уважаемые слушатели нашего учебного центра. Сегодня мы проводим день открытых дверей по дипломной программе 3D-визуализатор. Приветствую всех, кто присоединился к нам онлайн, и также приветствую тех, кто посмотрит нас в записи. Меня зовут Белова Ольга, я менеджер по трудоустройству учебного центра «Специалист». И в начале нашего вебинара я вам расскажу о нашем центре. А далее мы вместе с Дмитрием Эбовым, ведущим преподавателем курсов по 3D-моделированию и анимации, обсудим, как планировать и развивать свой карьерный путь специалистам по 3D-визуализации. Надеюсь, вам сегодня будет очень интересно. В конце не отключайтесь, расскажу вам о подарках, которые получит каждый, кто зарегистрировался на наш вебинар. Итак, наш учебный центр «Специалист» уже 29 лет на рынке образовательных услуг, и за это время мы обучили более 1 миллиона человек. На практике мы заслужили звание ведущего компьютерного учебного центра России с высочайшим уровнем качества обучения. Мы вам гарантируем 100% качество образования за счет уникального сочетания бауманской методики преподавания и современных технологий проведения обучения. Мы уже давно на рынке понимаем, что важно поддержать наших выпускников на их пути в карьерном продвижении, потому мы разработали программу трудоустройства, которая включает в себя ряд мероприятий, которые вы сейчас видите на слайде, и я расскажу о них немного более подробно. Итак, первое – это реальные кейсы. То есть, что я здесь хочу сказать? Что при разработке наших дипломных программ, наших курсов мы ориентируемся на реальный рынок труда, потому что сейчас работодателям не интересны те соискатели, которые просто имеют знания. Им интересны те, кто имеет определенные навыки, которые сейчас релевантны, потому мы отработку этих навыков обязательно включаем в наши курсы. Следующее – когда вы проходите обучение, выходите на рынок труда, часто сталкиваетесь со сложностью поиска работы. И для вас бесплатно мы разработали курс, который вы можете пройти. Он сейчас для всех доступен, даже если вы у нас не учились или если закончили один или два курса. Курс «Успешный поиск работы и трудоустройства», где вы можете узнать, как правильно составить резюме, как подготовиться к собеседованию, как избежать ошибок при приеме на работу, где искать вакансии. Чуть позже я обязательно в чат отправлю ссылку, по которой можно записаться. Вот ближайшая группа будет 23 апреля. Также для тех, кому такой информации на этом курсе недостаточно, еще остались какие-то вопросы, можно записаться ко мне на консультацию. Ссылочку я тоже для записи отдельно пришлю. Или можно по QR-коду также перейти. Также мы проводим для всех наших слушателей регулярно дни карьеры. Что, наверное, интересно будет для тех, кто интересуется 3D-визуализацией. Вот 18 числа у нас будет день карьеры, 18 марта. Для день карьеры, где будут работодатели из сферы строительства и недвижимости. И будут такие вакансии, как проектировщики, архитекторы, конструкторы. Если вас интересует такое направление, также в чате дам ссылку. Там будет более подробное описание работодателей. Если вас что-то заинтересует, записывайтесь, приходите. Живем посмотреть, какие требования, какие вакансии, программы стажировок и так далее. Еще хочу вас сориентировать в одном интересном ресурсе. Это наши каналы с вакансиями. Мы регулярно там публикуем на вакансии от наших партнеров. Это те наши корпоративные заказчики, которые оценили качество нашей подготовки, обучили у нас своих сотрудников и после этого с удовольствием принимают на работу и наших выпускников. И то, что вы прошли обучение в учебном центре, специалист для этих работодателей будет несомненным преимуществом. Ссылки на эти группы я тоже в чат опубликую. Можно на любую из них подписываться, там, где вы чаще биваете, там, где вам более удобно отслеживать эти вакансии. Итак, сейчас я хочу передать слово Дмитрию Эппову. Дмитрий входит в первую десятку самых известных, уважаемых в России преподавателей по 3ds Max и VRA. И подробнее о себе, о своем становлении в профессии, о курсе он вам расскажет. Дмитрий. Доброго вечера, уважаемые друзья. Меня зовут Дмитрий Эппов. Я больше 20 лет, уже почти 30 лет работаю в компании «Специалист». Ну, в первую очередь, это мои собственные увлечения компьютерной графикой еще с молодости и по сей день. Я не только работаю преподавателем, я делаю кучу разных проектов и с видео, и с визуализацией, и с моделингом. В общем, я сам постоянно этим живу, можно сказать, но и стараюсь учить людей тому, что я умею делать лучше всего. Сегодня я немножко расскажу в целом о том, что такое 3D-визуализация, но и немножечко о себе, как о преподавателе, с которым, возможно, вы дальше будете делать, если захотите научиться этой интересной профессии. Ну, если говорить кратко о себе, без лишнего хвостовства, то я являюсь сертифицированным инструктором крупнейших компаний на рынке 3D-моделинга и визуализации, таких как «Автодеск», «Хаусгрупп», «Адобе». Ну, «Адобе» — это, конечно же, другое, это видеомонтаж. Ну, да, я занимаюсь и этой областью тоже, потому что многие мои проекты — это видеопродакшн с 3D-графикой, и поэтому я использую не только 3D-макс и всякие системы рендеринга типа V-Ray и Corona, но еще охотно использую Premiere, After Effects, ну и вот в последнее время начал еще Unreal Engine тоже. Я сам обучил очень много людей, имею определенные регалии с точки зрения компании «Автодеск» и других компаний. У меня есть свой персональный сайт, который я давно поддерживаю, там есть мое портфолио, вот вы можете его посмотреть, называется он «Эксперт 3D», но если вы напишите мою фамилию в интернете, вы сразу попадете на мой сайт. И тут вы сможете посмотреть мое портфолио с моими работами, но, надо сказать, я немножко ленив в этом плане, поэтому здесь работы последние отсутствуют за последние года полтора, но те, что есть, тоже очень даже интересно. Они все отрендерены в формате 4К, поэтому вы сможете посмотреть их детально, если у вас будет такое желание. Если вам интересно, как я преподаю, вы можете посетить мой канал на YouTube. У меня там 60 тысяч подписчиков, поэтому 50 из них за последний год ко мне присоединились, когда я начал развивать более серьезно. И там вы сможете познакомиться с тем, как я вообще излагаю свои мысли, как я веду занятия. Ну, YouTube – это, конечно, лишь первый такой шажочек, потому что на его основе научиться именно профессии невозможно, но можно получить какое-то общее представление о том, как это вообще должно работать. Многие люди с моего YouTube-канала потом идут учиться в компанию специалистов, поняв, что полноценное обучение, оно возможно только на базе какого-то системного подхода, а не просмотра одного-двух видосиков. Но, тем не менее, видосики тоже ничего. Как бы то ни было. Да, я очень давно этим занимаюсь. И давайте определимся, чем же именно я занимаюсь и чему я хотел бы научить вас, уважаемые друзья, если у вас возникнет, конечно, такое желание. Речь в данном случае о 3D-визуализации. Что такое 3D-визуализация? Это специальный инструмент, который позволяет создавать образы, визуальные образы, некого продукта, проекта, предмета еще на этапе его планирования. То есть, вот дом еще не построен, квартира еще не создана, новый велосипед еще только в голове у создателя, а нужно уже представить его инвесторам, покупателям и так далее. И вот для этого и нужна визуализация. Естественно, визуализация это в первую очередь дизайн, производство, продажи. Современная 3D-визуализация позволяет получать очень крутые фотореалистичные изображения. Ну, вы можете зайти ко мне на сайт, посмотреть мою портфолио, хотя я уверен, друзья мои, вы уже сталкивались с 3D-визуализациями в своей жизни много раз и представляете, о чем идет речь. Если говорить, кстати, о специфике российской, то процентов 90 3D-визуализации это так называемый арк-виз, арч-виз, короче, архитектурная визуализация. Это когда делают красивые картинки со всякими домиками и интерьерами. Ну, это потому, что они хорошо продаются. Хотя, конечно, и сувенирка, и ювелирка, и технологическая продукция. Это все тоже отлично визуализируется. И я даже сказал бы, что сейчас это уже переходит в некий род диджитал-арт, цифрового искусства. Потому что где-то там, да, есть грань, после которой рутина превращается в некое искусство, которым уже можно восхищаться, глядя на то, как другие люди ловко это делают. Многие, то, что там многие, практически все компании, которые так или иначе либо создают визуальные изображения, либо продают нечто благодаря визуальным изображениям, начиная от там большого театра, киностудии всяких и так далее, и заканчивая, казалось бы, такими весьма утилитарными компаниями, скажем, Газпром, все они нуждаются в 3D-визуализации, просто одни эту 3D-визуализацию используют для того, чтобы напрямую доставить ее зрителю как некий продукт искусства, а другие используют это строго утилитарно, скажем, для того, чтобы визуализировать газопровод, какой он там для соинвесторов или там для презентации, скажем, недавно, кстати, делал для газовщиков визуализацию реконструкции завода. Вернее, газового терминала, ну, близко по сути. В общем-то, да, 3D-визуализация это то, что сейчас во многом используется как самое такое наглядное средство для донесения идей, концепций, продуктов. И да, конечно, поскольку, ну, сейчас весь мир это сплошные продажи чего-то кому-то, то специалисты по 3D-визуализациям очень востребованы, их много, но они продолжают быть востребованы, несмотря на то, что их много. Потому что работы тоже много. Все, что люди хотят продать, это все нужно превратить в образ. И только потом это можно будет продать. И да, эти образы очень нужны. Поэтому люди, научившиеся делать красиво, они могут рассчитывать как на трудоустройство в компаниях крупных, так и на какие-то небольшие фирмы, и даже на банальный фриланс. потому что есть много заказов, которые так или иначе, что можешь найти непосредственно напрямую заказчикам, и эти заказы тебя будут согревать холодными вечерами. Теперь с удовольствием передам слово опять Ольге. Ольга, позвольте переключить на вас вашу уважаемую аудиторию. Дальше я еще возьму слово несколько раз и хотел бы рассказать о других моментах, но сейчас я думаю, уважаемый Ольга, найдет что сказать в продолжении моего рассказа. Так, одну секундочку, сейчас включу слайд. Так, а виден слайд сейчас? Нет, не виден, сейчас, секундочку. Так, сейчас корректно отображается или не очень? Скорее не очень. Так, сейчас, секунду. Так, хорошо. Я бы хотела сказать несколько слов о рынке труда по этой профессии. Если я сделала такой краткий обзор, и на сайте ХРУ в настоящее время насчитывается около двух тысяч вакансий по данному направлению. Они могут называться по-разному, 3D визуализатор, 3D аттест, 3D дизайнер, 3D моделлер, 3D художник, то есть такой небольшой лайфхак, если вы будете искать, обязательно вводите под разными тегами, потому 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 что сейчас еще у работодателя есть такое нет определенного одного названия. И вот на гистограмме вы можете увидеть изменение уровня средней заработной платы 3D дизайнеров в Москве в 2020-2021 году. И средняя зарплата 3D визуализатора в Москве колебалась от 50 до 80 тысяч рублей. В настоящее время на рынке разброс заработных плат по вакансиям данного направления от 55 до 200 тысяч рублей. Сколько будет зарабатывать специалист зависит от его опыта и навыков. Чем больше манипуляций может выполнить специалист в 3D формате, тем большим спросом он будет пользоваться на рынке труда. Большую роль в сумме заработной оплаты будет играть тип занятости. При работе по найму обычно предоставляют просто голый оклад, независимо от сложности работы. Если вы работаете на себя, то можете устанавливать оплату за свою работу с учетом сложности и срочности. В среднем в Москве 3D-дизайнеры зарабатывают от 50 рублей за несложные заказы до 150 тысяч рублей в месяц при умении создавать сложную графику и зная язык программирования. Хочу остановиться еще на следующем слайде и рассказать про зарплаты за границей. Преимущество данной профессии в том, что можно работать не только в России и за границей стоимость заказа тоже зависит от многих факторов и рассчитывается индивидуально для каждого проекта. Исходя из объема моделирования правок интерьер или экстерьер, если дизайн и все материалы или нужно создавать дизайн и подбирать материалы и как быстро нужно выполнить заказ. Также цена может зависеть от качества представляемых картинок. И примерные суммы вы видите на слайде. Также хочется сказать о том, что данная профессия позволяет работать в разных направлениях. Можно работать в компаниях по найму, работать на себя, можно выбирать заказы, можно совмещать работу по найму с индивидуальными заказами. Большой плюс в том, что можно даже работать удаленно, никогда не видеть с работодателем. И это позволяет вам начать работу без опыта в профессии, если вы будете уверены в своих силах. Вот те, кто обращается ко мне обычно на консультацию по трудоустройству, я сделала такой вывод. Когда вы учитесь, обратите внимание на качественную подготовку ваших домашних заданий. Все, что вам дается, пока вы проходите дипломную программу, все это можно будет включить в ваше портфолио. И чем, потому что все-таки резюме дизайнера, 3D-моделера, визуализатора, все-таки это картинка в большей степени и скорость вашей работы. Так что на этот момент в самом начале обращаю ваше внимание. Далее Дмитрий расскажет вам о тех навыках, которыми должен обладать каждый 3D-дизайнер на примере нашей дипломной программы, потому что все, что в нее включено, является обязательным требованием для выхода на рынок труда. Дмитрий, передаю вам слово. Уважаемые друзья, начнем с того, что тот формат обучения, к которому пришли более чем с 20 лет поиска, как же лучше учить людей, чему их лучше учить, это все, конечно, очень не случайно. И говоря о современной дипломной программе, вот что мы с вами видим. Перед вами сейчас список курсов. Каждый курс это отдельный модуль, то есть вы проходите его, следующий модуль бывает, что идет сразу после него, бывает, что с небольшой паузой. В любом случае вы там выполняете ряд упражнений, работ. На финальных этапах у вас уже создается неплохое портфолио, но об этом позже. Давайте сначала в двух словах определим, что такое визуализация. С точки зрения я имею ввиду конечно технической, с точки зрения художественной, это мы уже обсудили с вами совсем недавно. Техническая это знание во-первых некой 3D платформы, то есть некой системы, которая позволяет манипулировать 3D моделями готовыми или сделанными вами. как правило если говорить о современной визуализации она все опирается на то, что часть моделей вы конечно берете уже сделанные кем-то, но в силу того, что делать их долго и не окупается банально, но как бы там ни было. И вот самая известная платформа сейчас это 3ds Max, 3ds Studio Max, ну правильно 3ds Max конечно. И как видите сам 3ds Max это система сложная, изучается он довольно долго и поэтому его изучение разбит на ряд логических этапов. Основа 3D моделирования, материалы освещения, сложное моделирование, сложное текстурирование. Это все дает вам возможность развивать, понимая лучше и лучше этот пакет. Сначала использовать готовые модели, потом создавать свои собственные, потом управлять светом и материалами, потом создавать особо сложные модели в архитектурной, там технологической области. А дальше идут именно технологии визуализации в чистом виде. это такие пакеты как V-Ray и Corona. V-Ray Corona это дополнение к Max, у которого всех на слуху, без них сейчас визуализация практически невозможна. Благодаря V-Ray или Corona можно получать очень ультра реалистичные картинки. И именно их ты и хочешь увидеть заказчик. Вот, например, картинка, которую видите сейчас справа в качестве иллюстрации. Это моя довольно старая работа, сделанная в Короле. А до этого там мелькали Вераевские картинки. Ну, надо сказать, что две эти системы делают примерно одно и то же. Кстати, принадлежат к министрам одной компании сейчас. Но их приходится учить обе. Так уж рынок современный построен. Там же изучается ZBrush. Это система скульптинга. Она позволяет очень красивые мелкие детальки нарисовывать. Ну, и, в общем-то, вот все это вместе готовит вас как специалиста к тому, что вы могли, во-первых, взять готовые 3D-модели, хорошо их расставить, создать свои модели, добавить их туда же, то есть создать некую композицию красивую. Например, интерьер, хотя вовсе не обязательно. И дальше используя V-Ray или Корону, снабдить этот интерьер светом, материалами и вывести ультра-реалистичную картинку, чтобы все были довольны результатом вашей деятельности. Особенность обучения в нашей компании. Я бы сказал, вот три ключевых особенности. Ну, понятно, что да, у нас современный ПО, учебный план современный, большой формат, большой объем часов, который заложен в учебу, чтобы это все было не какой-то немыслимый рывок коротковременный, который сложно запомнить, а системное обучение поэтапное. Но я бы сказал, что ключевые моменты, они в том, что, во-первых, есть некоторая форма обучения, которую можно чередовать. Например, есть открытые обучения. Оно позволяет вам, оставаясь дома, в удобное для вас время проходить какие-то видеоматериалы, на их основе получать знания, а потом консультироваться с преподавателем. Кому-то так удобно. Особенно, если человек там загружен на работу, он не может оторваться от нее, ему невыполнимо в строго одно и то же время приходить на занятия. Кому-то, наоборот, хочется очень научиться. Тут надо сказать, что, ну, сейчас есть очень много компаний на рынке, которые предлагают обучение к тому же 3D Max, и они это предлагают в виде учебных лекций. То есть, ты заплатил денежек, как правило, не очень много, и тебе прислали видосики. Ты их смотришь, просвещаешься. Это, в принципе, то же самое, что на YouTube зайти, его нет. Вот, допустим, ко мне часто обращаются с YouTube мои же зрители, говорят, Дмитрий, куда заслать денег, чтобы купить у вас учебный курс по 3D Max? Никуда. У нас нет учебного курса по 3D Max, который можно купить и смотреть как видео. То, что мы предлагаем открытое обучение, это не просмотры видео. Это, в первую очередь, практические задания, которые ты выполняешь, и постоянное общение с преподавателем. То есть, да, ты выполняешь задания в удобное тебе время, но потом все равно в определенный момент общаешься с преподавателем, показываешь, что ты сделал, и это именно практические работы на основе тех видеоматериалов, которые ты там просматривал. Ну, это, конечно, да, альтернатива обычному традиционному обучению, которое все-таки до сих пор является у нас основным. У нас очень хороший, мощный компьютер, отличная техника, очень удобно и приятно учиться. Поэтому все-таки я бы сказал, что наиболее удобный вариант обучения, это вы пришли лично, сели, за наш комп и учитесь. Но если это невозможно, то можно учить дистанционно онлайн, можно учить дистанционно по записям, но опять, это не классическое обучение по записям, а это практические работы, которые все равно с живым преподавателем обсуждаются. Вы получаете международный сертификат и диплом, об этом позже, вам расскажет наша дорогая Ольга. Ну и да, у нас разработанные учебные курсы, они все укладываются в некие стандарты, современного, скажем так, рынка. И пройдя наш курс, вы получаете такой объем знаний, который позволяет вам сделать хорошее портфолио и устроиться на рынке труда, на какую-то работу, претендовать на должность продвижения. Если говорить о наших занятиях более детально, то это, ну в зависимости от формата, который у вас идет учебного, открытое там обучение, очное, но так или иначе это до пяти занятий в неделю. Каждое занятие длится или четыре или восемь часов. Обязательно дается домашнее задание, которое нужно выполнить дома. Ну и если дома у вас нету возможности, значит на нашей технике его выполнить можно. Естественно, время занятий, живое общение с преподавателем, это не просмотр видосиков с Витюба, это нормальная академическая учеба, но современная академическая учеба. Между учебными блоками, вот этими курсами, возможно перерывы, если вы там устали или хотите уехать, отдохнуть, можно подвинуть немножечко все это. Если у вас дома есть современный компьютер, вот там написаны характеристики, некие такие, скажем, минимальные, это очень хорошо, потому что вы сможете дома практиковаться, делать домашние работы, выполнять какие-то собственные проекты, создавать портфолио на основе того, что вы уже поняли, приняли, научились. Если же нет такого компьютера, повторюсь, здесь у нас есть классы с мощными компами, люди часто засиживаются после учебы, чтобы что-то сделать, то есть проблем с техникой, как правило, нет. Ну, конечно, если дома техника у вас есть, это замечательно. Нет, повторюсь, это не самое страшное к вопросу о портфолио. Для того, чтобы устраиваться на работу, да, очень нужно портфолио. И вы во время учебы будете делать определенные упражнения практически, вы сможете их оставить себе как собственное портфолио, но лучше конечно делать свое, потому что те упражнения, на основе которых я учу людей, они у работодателей мягко скажем известны, как и, например, некоторые мои видосы с YouTube, их уже просто в лицо узнают, что не является плохим признаком, но тем не менее лучше делать что-то свое в конце учения, у вас уже будет достаточно знаний, чтобы скомпилировать их и сделать красивую собственную работу. После того, как вы пройдете у нас учебный план, вы сможете сделать свое здание, свой интерьер, свой предмет какой-то красивый подать, ну и, конечно, за счет чего поразить работодателей красивыми картинками своего портфолио. Ну и есть еще несколько вопросов, которые люди часто задают, я бы вот на них прямо сейчас ответил, что потом уже не отвлекаться. Иногда человек спрашивает, можно ли присоединиться к группе после старта или вот второй вопрос, по сути продолжения первого, что делать, если у меня летом, скажем, один-два месяца на выпуск попадает. У нас гибкий план, мы можем подключить вас попозже, есть только отставание не очень большое, конечно, и также можем сделать вам перерыв в занятиях, опять-таки, ну, перерыв, там, скажем, длиной в год, это банально ведет к тому, что вы все забудете, но на какое-то разумное время подвинуть можно. Все занятия, которые проходите, они записываются, и у вас будет запись занятий. Это тоже очень важно, потому что, если вы занятия пропустили, есть два варианта. Если вы чувствуете, что вы пропускаете занятия, ну, не можете выехать из дома, допустим, вы можете позвонить или написать письмо к нам в офис, вам кинут ссылку на подключение, вы подключитесь из дома, и вы занятие все равно прослушаете, пообщаетесь с преподом, все такое, но если вы совсем пропустили его, неважно, по какой причине, то вы получаете запись этого занятия, как и всех остальных, и по записи вы сможете все равно его прослушать. Это удобно. Поэтому, если вы по какой-то причине занятия профукали или что-то там недопоняли, и хотите еще раз посмотреть, все к вашим услугам записи. И вот насчет подходящих компьютеров, да, визуализация очень зависима от техники, и техника у нас хорошая, и вы получите удовольствие от работы на ней, и потом будете понимать, на что надо ориентироваться, когда будете себе технику покупать. Но, собственно говоря, вроде я изложил все свои мысли, и с удовольствием передам слово Ольге. Хорошо. Уважаемые слушатели, я пока рассказываю, готовьте свои вопросы к Дмитрию. Я еще хочу сказать пару слов о преподавателе. Дмитрий у нас не единственный преподаватель, также в нашем штате преподаватели с огромным опытом как работы, так и что могут преподавания, потому что это тоже определенный навык, и мы их отбираем с учетом отзывов наших слушателей, и они у нас работают уже долгое время, на сайте можно почитать про каждого из них. Очень вам рекомендую. Следующее, что хотелось бы сказать, это документы об окончании. Обращаю ваше внимание, что мы сегодня рассказываем о дипломной программе, и часто, когда мы видим вакансию в вакансиях мы там наблюдаем, что необходимо профильное образование, и что значит вот этот диплом, когда вы у нас проходите дипломную программу. Это не просто повышение квалификации, это полноценный диплом, который является, считается аналогом высшему образованию, если у вас уже есть первое высшее образование. Вы просто не изучаете какие-то там философию, математику, когда вот, допустим, как при первом образовании, уже сразу изучаете предметы по специальности, по профилю выбранной деятельности. Также вы получаете по окончанию каждого курса сертификат о прохождении курса, и пока учитесь по дипломной программе, можете добавлять свое резюме, уже искать какую-то в середине, начинать искать какое-то, может быть, место стажировки или искать какие-то первые свои вакансии. Также наш диплом, он высоко котируется среди работодателей и будет являться вашим конкурентным преимуществом. Дмитрий, если можно, пару слов про международный формат. Я просто здесь немного не в теме. Есть ли какие-то международные сертификаты? Да, конечно. Поскольку наша компания является партнером такой компании, как Autodesk и, что, кстати, большая редкость, такой компании, как House Group и такой компании, как Adobe, что не такая редкость, но тоже очень крутая, то по всем направлениям, связанным с Autodesk, с House и с Adobe мы выдаем дипломы этих компаний. Это возможно при условии, что учебный центр является партнером вышеназванных компаний и преподаватель является международным инструктором от этих компаний. Ну, к вашим услугам, друзья мои, я как раз такой инструктор. Я сертифицирован компаниями Adobe, Autodesk и House Group. Для того, чтобы получить такую сертификацию, нужно очень долго преподавать, иметь кучу отзывов, пройти сложные экзамены сдать и продолжать их сдавать. В общем, это не так просто. И благодаря тому, что это у нас есть, мы можем выдавать дипломы международные от самых известных компаний, которые занимаются разработкой софта профильного в области визуализации 3D-графики. Ольга? Спасибо огромное за ответ. Сейчас я в чат напишу, отправила ссылку на саму дипломную программу. Сейчас ее стоимость снижена, до этого она стоила гораздо больше. И для всех, кто в течение трех дней решит, что профессия 3D-визуализатор это то, что он хочет, тот путь, по которому он хочет развиваться, то есть смысл приобрести дипломную программу, и это будет дешевле, чем приобретать каждый курс по отдельности. и в течение трех дней до 15 числа включительно по промокоду, который вы видите на экране, вы получаете от нас сертификат на скидку на 11000 рублей дополнительно. То есть сама дипломная программа стоит дешевле, чем если вы эти курсы будете проходить по отдельности, плюс еще данная скидка. данную скидку можно воспользоваться, обратившись к любому менеджеру и назвав данный промокод. Она действительно для тех, кто записался на данный вебинар и действует только для физических лиц, для корпоративных клиентов не действует. Уважаемые слушатели, есть ли какие-то вопросы к Дмитрию или ко мне? Пишите в чат либо говорите голосом. Пока вы формулируете, я хочу вам рассказать еще о нескольких курсах, которые могут быть вам интересны. Буквально пару слов. Также у нас есть широкая линейка различных курсов. Расскажу про два из них, которые могут быть вам интересны в направлении 3D-визуализации. Это курс Unreal Engineer, для дизайнеров и архитекторов. На данном курсе мы рассматриваем вопросы переноса 3D-моделей из 3D-MAX в данную программу, настройка света и материалов и регулировка параметров среды и получения конечного результата. Сейчас на данный курс действует скидка 10% и он стоит всего 22000. И еще хотела обратить внимание на курс Google SketchUp. Это одна из популярнейших программ трехмерной графики и применяется для создания проектов интерьеров, моделирования мебели, проектирования зданий, разнообразных строительных сооружений, также для создания анимационных видеороликов на основе созданных проектов. Итак, вижу вопрос. Василиса спрашивает, можно узнать, какие предметы ЕГЭ нужно сдавать, чтобы идти учиться дальше по 3D-моделированию? Василиса, у нас центр дополнительного образования. Нам, чтобы учиться у нас, ЕГЭ сдавать не нужно. И по окончанию вы можете получить сертификат наш учебного центра специалист. Но он не будет считаться аналогом высшего образования, потому что чтобы вам выдать документ о высшем образовании, о переподготовке по специальности, необходимо базовое высшее образование. Часто студенты учатся в университете по какой-то смежной специальности, понимают, что все-таки они хотели бы изучать, например, 3D-моделирование и идут параллельно учиться еще у нас. И тогда одновременно получают диплом в своем вузе, мы им на основании этого диплом мы даем диплом о переподготовке по специальности, то есть как бы уже второе высшее образование. А так, если вы будете у нас заканчивать данную дипломную программу, вы получите сертификат учебного центра специалист. следующий вопрос, подскажите, программы для обучения довольно дорогие, будет ли возможность подключиться к ним для обучения, так как стоимость сопоставима с ценой обучения? Так, немного не поняла про какие программы. Дмитрий, уточните, пожалуйста. Я так думаю, Дмитрий имеет в виду то, что можно ли не проходить дипломный проект как таковой, а изучать эти модули, оплачивая их по одному. Дмитрий, у нас есть разные варианты. Вы можете оплачивать модули по одному или, например, также мы предоставляем рассрочку. То есть учебный центр специалист предоставляет вам беспроцентную рассрочку. То есть допустим подписав соответствующие документы вы также будете купить дипломную, ну как бы забронируете, зарезервируете сумму дипломной программы сниженную, но будете платить по частям. Это совершенно не вопрос, наши менеджеры вас проконсультируют отдельно. Еще хочу сказать в чем преимущество дипломных программ в том, что есть ряд курсов дополнительных, которые вы захотите скорее всего изучить, потому что специалист интересуется своей профессией, всегда хочет роста, хочет развития, и для таких, мы таких людей поддерживаем, потому у нас по дипломным программам есть к ним дополнительные, на которые после прохождения дипломной программы мы даем скидку 50%, и вы сможете существенно экономить далее, после обучения, далее повышая вашу квалификацию. вот, а также вы сможете попробовать поставить себе учебную версию бесплатную. компания Autodesk, ну, раньше вообще замечательно, на 3 года предоставляла бесплатный Max всем желающим, то есть ты просто говоришь Autodesk хочу учиться, и тебе такие на, 3D Max учись. Сейчас они немножко похуже все сделали, можно получить его на год, не на 3 года, и предоставив какой-то документ о том, что ты учишься. Вы можете предоставить им документ о том, что вы записаны к нам на курсы, и обычно это прокатывают. И таким образом вы получите бесплатную полнофункциональную версию 3D Max, не пиратскую, совершенно, повторюсь, безвозмездно, то есть давно. Но правда через год карета превращается в тыкву, но год довольно много. На самом деле через год можно попросить их еще раз, они снова по тем же документам. Ну вот, пожалуйста, Дмитрий. Я хотела еще, уважаемые слушатели, задавайте вопросы, не стесняйтесь, потому что как раз до этого мы собрались. И я еще хотела бы обратить внимание, что у нас действительно очень мощно оборудованные классы, в которых такая царит творческая атмосфера. И я думаю, что это немаловажно, когда рядом с вами работают, учатся тоже заинтересованные люди, и как-то мотивирует вас тоже приходить и продолжать обучение, потому что всегда изучение новой профессии, это всегда великий труд. И мы в свою очередь всячески готовы вас в этом поддерживать, предоставляя вам возможность выбрать разные форматы онлайн, дистанционно, либо в режиме просмотра открытого обучения. Также предоставлять, в чем плюс прохождение обучения в нашем учебном центре, потому что программа состоит дипломная из модулей, которые вы можете между ними делать перерыв такой, который вам нужно. И в таком современном мире, когда вы не можете предугадать, что будет через какое-то время, опять будет локдаун, или мы будем продолжать работать, это важно. Возможность весь локдаун перейти на дистанционный формат, или начать ходить снова в класс, или вы меняете работу, и вам нужен перерыв. И в этом плане мы очень лояльны. Также по оплате курсов можно воспользоваться рассрочкой, можно воспользоваться сотрудничеем с Альфа-банком, воспользоваться кредитом на обучение, и много различных вариантов и скидок. Уважаемые слушатели, есть ли еще какие-то вопросы, может быть, по программам обучения, или к Дмитрию. Так, Василиса спрашивает, имею в виду, что помимо ваших курсов, где можно будет учиться по этой специальности, куда можно будет поступить, чтобы можно изучать 3D-моделирование как профессию? Дмитрий, может быть, вы здесь подскажете? Вот тут я не могу ничего хорошего сказать. Как профессию вы будете изучать ее у нас, потому что к нам приходят люди именно изучать это как профессию. На мой взгляд, важно иметь художественный вкус, например, и может быть, если вы хотите где-то получить основное высшее образование, может быть, задуматься на какие-то более общие направления, по дизайну, я не знаю, где-то. То есть, зачем учиться одновременно и там, и там, по 3D-визуализации, вас здесь научат всему. Вот я бы тоже хотел сказать, уважаемый Василиса, 3D-моделинг и визуализация это всего лишь инструмент. Очень современный, хороший, сложный, но инструмент. Это как краски там или долото какое-нибудь, но только более современное. Я к чему веду, то что научившись им пользоваться, научившись смешивать краски, вы не сможете написать потрясающую картину, потому что для этого нужен вкус, эстетика, чувство цвета, композиции и так далее. И вот этому как раз и нужно учиться. То есть, для того, чтобы стать полноценным творческим специалистом, 3D-моделирование и 3D-визуализация мы вас научим, научим хорошо. Но если действительно вы хотите связать свою жизнь с таким творчеством, то я бы вам очень советовал осваивать какую-то или художественную специальность, или архитектурную, или дизайнерскую. То есть обычное классическое образование высшее. Или в мархи, или в строгановке, ну или еще где-то, где учат не 3D-моделирование, а именно хорошо, красиво создавать какие-то произведения. Возможно руками на холсте, это не важно. 3D-моделирование потом позволит все то же самое повторить на компьютере, на более современном, так скажем, уровне. Но чувствовать композицию, чувствовать цвет, этому вас научат как раз в ВУЗе. Вот что я хотел сказать. Потому что вузовское образование, оно иногда включает в себя курсы по ну каким-то направлением графики. А мы их потом переучиваем. Они потом к нам приходят и просят, чтобы мы их научили как надо. Но, к сожалению, да, это не дает возможности полноценно погрузиться в это направление, потому что, понимаете, хорошие специалисты, они работают в специализированных учебных центрах, такие как наш. Мне примерно раз в год предлагают в ВУЗе преподавать в том или ином. предлагая людей учить 3D Max за объем времени примерно в пятеро меньше, чем у нас, там, по одному часу в неделю. Ну, это, короче говоря, это невозможно так людей учить, как они учат. Можно научить человека хорошо рисовать, чувствовать цвет, композицию, но научить его техническому, можно сказать, ремеслу в таком формате очень тяжело. Извините, что передел. Дмитрий спрашивает, как много выпускников не сдают выпускной экзамен. Дмитрий, сориентируйте, какие у нас требования? Я знаю, что есть теоретическая часть. Я не помню случай, чтобы кто-то его не сдал. Ну, вот, скажем так, серьезные проблемы вы можете устроить, если не будете ходить вообще на занятия. Это да. То есть, если вы пришли на все занятия, и у вас там стоят галочки о посещаемости, отметки о том, что вы там молодец, работали, старались. Фактически, это финальный наш экзамен, вам не стоит бояться, он достаточно простой, если вы ходили и учились. Не, ну, скажем так, если человек вообще не посещал ни одного занятия, то, во-первых, он могут не допустить до этого экзамена, а, во-вторых, он, да, имеет некоторый шанс его не сдать. Но так, я не слышал, что кто-то его не сдал. Ну, из тех, кто ходил и учился. И когда я вам вначале рассказывала, что у нас контроль качества обучения, я имела в виду, что если вы посещаете все занятия, то учебный центр берет на себя ответственность за вашу усваиваемость вашего материала. То есть, если вы посещаете занятия и у вас не получается, то учебный центр учит вас, ну, пока вы не поймете материала. То есть, наши программы, они рассчитаны, контроль качества рассчитан на то, что у нас все ученики усвоят и освоят эту программу. Если вы не сдаете тест, выпускной экзамен в виде теста с первого раза, у вас есть возможность еще подготовиться, и здесь нет никаких сложностей. Это не вузовская система экзаменационная. Здесь никаких проблем никогда даже не возникает. так, ну, что, какие-то еще волнующие вопросы остались, или мы будем с вами заканчивать. Дмитрий спрашивает, нужен ли английский? Ну, английский нужный, так скажем, в философском ключе, он просто нужен. И в данном конкретном прикладном вопросе. Английский, конечно, нужен. Дело в том, что это язык компьютерной графики, это английский язык. Не только 3D-визуализация, это вообще язык в целом. То есть вся компьютерная графика, она вся английская. Так уж получилось. То, что для изучения любой дисциплины, будь то визуализация, производство эффектов, композинг, видеопродакшн, английский нужен. Но английский нужен такой специфический. То есть это не разговорный английский. Это очень ограниченный набор слов и понятий в английском языке, осилив которые вы будете чувствовать свободно с любым английским интерфейсом. Поэтому справедливость ради. Некоторые продукты переведены на русский язык, но это нежелательно их на русском изучать. Лучше сразу учить нужный набор слов и тогда у вас не будет проблем. Да, это и команды, программы, help и куча видео учебного к ним. Ну, то есть там очень много чего-то всякого такого, что на английском языке идет, но это не суперсложно английский, это не Шекспира в оригинале читать. То есть даже не зная английский и приложив определенные усилия к его изучению, вы там за пару лет научитесь по-английски понимать то, что от вас хотят в этих пакетах. Ну, такой специфический английский. Да. Насколько разные профессии видеодизайнер и визуализатор, судя по программе? Это разные профессии. Одно и тоже. Это близкие профессии, но нет. Видеодизайнер, он имеет дело с 3D-анимацией, то есть он не просто делает красивые картинки, а он заставляет их двигаться. Это разного рода заставки, вставки, 3D-контент всякий анимированный, эффекты для фильмов. Ну, это очень много всякого разного, но ключевой момент, оно все живое, оно все движется. И основа изучения там одна и та же, но дальше навыки довольно сильно отличаются. Я занимаюсь сам и тем и другим, и там и там есть свои интересные моменты, и там и там есть свои классные ощущения от проделанной работы, когда я там сделал что-то. В одном случае только ты разглядываешь, как же у тебя обалденно получилась картинка, в другом случае ты смотришь, как же классно у тебя там движется персонаж или там логотип собирается из кусочков. по программам сориентируйте одно и то же или разное наполнение программ. Оно в целом совпадает, потому что и там и там изучается 3ds макс, но вот видеодизайнер добавлен курс анимации спецэффекта, добавлен майя и насколько я помню там добавлен то ли пример то ли афтерэффект. Сейчас не готов точно ответить перед глазами этого набора курсов, но я помню, что они отличаются, конечно. Уважаемые слушатели, если есть вопросы, пожалуйста, сейчас пишите, если нет, тогда напишите, пожалуйста, как удалось ли сегодня для вас что-то интересное узнать. Напишите буквально пару слов, чтобы мы как-то поняли обратную реакцию, в каком вы состоянии, в каком настроении заканчиваем мы с вами. так, я понимаю, что у нас Дмитрий спрашивает, удаленно из Калининграда буду учиться так же, как в Москве, либо надо будет приезжать на какие-то занятия. Дмитрий, вы можете приехать, если вам захочется, погулять по Москве, смотреть на нашу технику, но вы с таким же успехом сможете обучиться и с Калининградом. Благодаря современным онлайн-технологиям это не будет являться преградом. Я имею в виду это состояние для Калининграда от Москвы. Да, если вы бываете в Москве, то вы можете какие-то курсы выбирать в Москве очно. То есть, здесь нет проблемы такой, мы достаточно гибки в этих вопросах. Прийти познакомиться с преподавателем тоже возможно. Алексей пишет, появилось понимание, спасибо. я считаю это самое главное перед тем, как идти в профессию, чтобы сложилось понимание и на основе него возникло огромное желание, потому что осваивать новую профессию нужны не только силы и деньги, но вот и большая мотивация, чтобы она поддерживала на этом нелегком пути. Мы со своей стороны тоже всегда готовы поддерживать наших выпускников. еще раз вас приглашаю всех на день карьеры, кто заинтересован в направлении строительства, может быть кто-то уже начал свою практику в этом вопросе. Также у нас и для дизайнеров дни карьеры бывают. Когда бывают, мы обязательно всех приглашаем наши рассылки. Елена, Дмитрий, спасибо за обратную связь, очень важно для нас. Если какие-то вопросы будут, вы можете их задать нашим менеджерам, которые вас проконсультируют, помогут и пожалуйста звоните либо пишите. Могу еще развлечь на последок почтенную публику. Друзья, если вам хочется быстро посмотреть, что такое 3D-визуализация, как она работает, и возможно получить какой-то самый первый свой опыт грубой поверхности, но тем менее дающий понимание сути вопроса, я вам скину ссылочку на видео с видео. Это мой ролик, за год набрал 750 тысяч просмотров. Очень хорошо показывает за 45 минут, что такое 3D-визуализация. Можете его посмотреть вечерком, просветиться на этот фильм. Дмитрий, спасибо большое. Сейчас мы попрощаемся с нашими слушателями, которые будут смотреть нас с записями. Я останавливаю запись.